...экспертиза, который я готов поделиться. То есть это два-три ключевых тех событий, которыми богаты районы, которыми на свою очередь... Ну и сами коллеги здесь, да? Их экспертиза, да, пожалуйста. Ну мы как бы определили самое основное, это животноводство, а у нас такой емкий вопрос. Поэтому и газоводство, и лесные ресурсы, и земля, и все мы их объединили в один пункт, это 41%. Создание условий для создания и ведения бизнеса, это у нас 25%. Мы, конечно же, куда же местная власть без населения, поэтому в первую очередь мы уходим к населению, и по инициативам, и поэтому работа с населением составляет 20%. Ну, конечно же, развивать нужно туризм. Коллеги об этом говорят, и об этом у нас говорят социальные сети. Это у нас на ближайших перспективах, поэтому 11%. Но совсем недавно у нас реализуется проект, это региональный оператор Зашел, это организация выроза и сбора отраганных годовых и отходов. Ну и последнее, как бы, он еще только начинает работать. У нас вот недавно был Деменский район, связи на Сладковский муниципальный район, именно по передаче опыта, по изучению Института Старост и развития ТОСов. Поэтому мы всех коллег приглашаем к нам в гости. Я не знаю, конечно, вы согласно, наверное, говорили, мне Александр Венидович, наверное, поправил, но мы можем поделиться этим опытом. Поэтому здесь просто один процент. Я думаю, что это отлительство врача. Один процент, а то есть один человек это отметил примерно, да? Да, и что самое немаловажное, мы, в принципе, все были одинаковые решения этого вопроса. И большинство, конечно, наше сельскохозяйственное население, оно об этом забывали. Животноводство. Хорошо, коллеги, что-то еще есть, что добавить? Этот вопрос был и про вашу личную экспертизу, ну и вот про то, что сделали коллеги доклад. Вот кто-то себя считает экспертом, в чем ты тоже можешь заявить, это ресурс наш общий. Вот, ну вы в таком контексте делали доклад, тоже хорошо, очень спасибо вам. Давайте поаплодируем. Да. Вот, пожалуйста, тогда шестой, да, где шестой? А, вот вы здесь, вижу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.